И всем привет, друзья! С вами Леймстоун и сегодня мы обозреваем от Minecraft версии 1.16.5 под названием Ground Enchantment Table. И с данной модификацией к нам в игру добавляется по сути новая механика зачарования. Да, ребят, это именно так. Итак, давайте же смотреть на все подробнее. И прежде всего мы с вами посмотрим на два новых материала. Это у нас EcoWood и EcoWool. EcoWood крафтится у нас следующим образом. Нам понадобится найти пузырьки опыта и обложить их деревянными досками. Либо же можем использовать просто деревянные доски вместе с пузырьками. И у нас получается EcoWood. EcoWool же у нас крафтится, можно сказать, точно таким же образом, только вместо древесины у нас используется шерсть. Для чего же нужны все эти вещи? Эти блоки нам понадобятся как раз для крафта вот этот вот Grand Enchantment Table. Это, собственно, как раз наш новый зачаровательный стол. Крафтится он у нас вот таким-то образом. Вам понадобится старый чародийский стол и обложить его вот таким-то образом нашими новыми материалами. Также в данном моде присутствует довольно много всяких новых штуковин, которые можно изготавливать из EcoWood. Это у нас и заборы, и блоки, и все на свете, вплоть до нажимных плит и кнопок. Ну, а мы с вами переходим к обзору, собственно, самого Grand Enchantment Table. И если мы посмотрим на этот столик, то прежде всего стоит отметить, что выглядит он достаточно здорово. Тут у нас вот такая вот прикольная книжечка, тут стоит череп, сзади у нас какие-то руны или что-то вроде того. И в целом прикольно, да, и давайте же посмотрим на механики, которые он нам предлагает. Как вы можете видеть, здесь у нас есть вот такой вот интерфейс, где подписан Grand Enchantment Table, и сюда мы можем с вами класть различные предметы, которые мы хотим с вами зачаровать. Но проблема в том, что для того, чтобы начать что-то зачаровать здесь, нам понадобится уровень. Давайте выдадим себе какое-то количество уровней. Например, мы выдадим тебе себе 100 единичек. Итак, что такое 100 единичек? 100 единичек это у нас некие 100 условных единиц опыта. И у меня в целом получилось всего 7 уровней. Теперь давайте заглянем в наш Enchantment Table. И как вы можете видеть, здесь у нас открылись две новые кнопки. Первая это первый уровень, и вторая это третий уровень. Что это такое? Это у нас уровни, которые будут, можно сказать, наноситься на наш меч. То есть это, по сути, зачарование какого-то конкретного уровня. То есть это работает примерно как если бы мы взяли обычный столик зачарования, у нас открылись бы зачарования, например, с первым уровнем, с третьим и так далее и тому подобное. То есть смотрите, как это происходит. Если я, например, сейчас уберу себе какое-то количество уровней, давайте сделаем минус 50. То, как вы можете видеть, да, у меня пока еще остается вот эта вот плашечка с тремя уровнями. У меня до сих пор она остается. Но если я сделаю вот так, у меня будет всего один уровень, то у нас пропадет уже кнопка с тремя уровнями и останется только один уровень. И таким образом мы с вами можем открывать некоторое количество уровней, ребята, до 60. Да, то есть смотрите, сейчас у нас первый уровень, тут третий. Но давайте мы выдаем себе еще больше опыта. У нас получится 15-й, 30-й. Казалось бы, 30-й должен, по идее, быть максимальным. Но я делаю вот так. У меня 87-й уровень и здесь максимальный 60-й уровень, ребята. Да, то есть мы с вами можем очень круто зачаровать наши вещи. Итак, давайте же посмотрим, как все это работает. Берем назаритовый меч и зачаровываем, например, на первый уровень. И как вы можете видеть, вроде бы ничего не произошло. Странно, казалось бы, как это может быть? А давайте мы, знаете, что сделаем? Мы немножко уберем себе уровней, сделаем себе еще минус. И добавим, например, совсем немножко, буквально, чтобы нам хватило, скажем, на один уровень. Ну давайте, допустим, даже на два. И зачаруем меч еще раз. Зачаровываем на один уровень. Здесь у нас небесная кара. И как вы можете видеть, у меня убавилось совсем немножко. Ребята, давайте еще раз посмотрим. Да, как вы можете видеть, опыта у меня убавляется совсем чуть-чуть. И это происходит, потому что у нас этот зачаровальный стол не тратит весь наш уровень, который требуется ему для зачарования. Да, ребята, это работает именно так. И если мы с вами еще немножко уменьшим количество наших уровней, то есть мы дойдем до единицы и попробуем зачароваться сейчас, то, как вы можете видеть, все, мы доходим до одного уровня, ставим еще один меч и все, у нас уже даже первого уровня нет. И теперь мы с вами не можем здесь зачароваться. Но если мы с вами сделаем себе опять-таки огромный уровень, да, вот такой вот, например, и попробуем что-то зачаровать, давайте попробуем прямо на 60 уровень, то у нас тоже немножко отнимется. Судя по всему, у меня, кстати говоря, несколько даже уровней отнялось. По-моему, было 228. Давайте посмотрим, что получилось. И, ребята, нам сильно не повезло, потому что мы зачаровались только на отдачу 2 и починку. Это совсем плохо. Давайте попробуем еще раз. Итак, 222 уровень. И как вы можете видеть, у меня отнялось некоторое количество. Да, то есть, получается, отнялось 8 уровней, нет, точнее 6, да, было 222, по-моему. И уже лучше. Да, ребят, смотрите, острота 5, прочность 3. Давайте попробуем еще раз. Опять-таки 60 уровень. 6 уровней отнялось. И, ребята, теперь прочность, добыча и починка. Вот так вот как-то это и работает. Давайте попробуем зачаровать, например, на зритовую кирку. Прочность 3, эффективность 5. Просто прекрасно. Давайте на меньший уровень, например, на третий. Эффективность. Это не очень интересно. Давайте на 15. Вот, уже гораздо круче. Прочность, эффективность и удача. И, казалось бы, тратится-то всего немного. Давайте посмотрим, сколько сейчас потратится на 15 уровне. Да, потратилось совсем немного. Но немного имеется в виду именно в размерностях таких больших уровней. Я думаю, это даже не очень наглядно. Поэтому, в принципе, мы можем полностью избавиться от этих уровней. И добавить себе, ну, например, где-то 1000. 1000 это у нас 26 уровень. Я думаю, так будет вполне себе нагляднее. Итак, давайте возьмем опять-таки на зритую кирочку. 15 уровень. Мы потратили 3 уровня и получили сразу шелковое касание. Ребят, по-моему, это очень круто. Единственный, конечно, минус это то, что в обычном столе зачарования мы все-таки имели хотя бы небольшую возможность подсмотреть, то есть какие все-таки зачарования нам выпадут. Здесь же у нас такой возможности нет, зато, в принципе, у нас более такой, знаете, обширный выбор уровней, на котором мы можем зачаровывать наши предметы. Ну, и опять-таки, ребят, какую нам все-таки делают скидку. Это просто здорово, потому что, смотрите, ну, опять-таки, давайте попробуем зачароваться на 15 уровень. Потратили 3 уровня, получили эффективность 3. По-моему, ребят, это очень круто. Ну, и теперь давайте посмотрим, как то же самое у нас будет работать с луком. Я просто хочу посмотреть, насколько крутые нам выпадут зачарования. Итак, 60 уровень, и, ребят, сила 5, прочность 3, откидывание 2. Здорово, кстати говоря, давайте попробуем на 30. Может быть, 30 уровень, это, ну, знаете, такой предел. То есть, может быть, 60 даже лучше и не брать, потому что, ну, казалось бы, зачем. Давайте просто становимся на 30. И, ребята, здесь похуже. Здесь сила всего лишь 4, прочность 3. Ну, давайте сравнивать еще. Например, сейчас 30, воспламенение сила 4. Давайте снова 60. И тут уже, да, тут уже, пожалуй, даже похуже. Ну-ка, давайте еще разок, 30 уровень, сила 3. И 60 уровень, починка, прочность. Да, ребят, может быть, даже особого смысла брать 60 уровень и нет. Ну-ка, давайте посмотрим еще разок, последний эксперимент. И, как вы можете видеть, здесь у нас сила 4, тут прочность 3 и починка. Но, ребят, тут уже как повезет, решайте сами, какие кнопки конкретно вы будете нажимать. Давайте напоследок попробуем зачаровать, например, кирку. Ну, скажем, давайте, допустим, опять на... Нет, давайте на 15 уровень и удача 1. Да, как вы можете видеть, даже на больших уровнях вам может выпасть не то, чтобы что-то очень крутое. Потому что, в принципе, наверное, на 15 уровне могло бы выпасть что-то и покруче, чем первая удача. Но, так или иначе, все равно неплохо. Ну, а на этом мы с вами будем заканчивать обзор этого прекрасного мода. И если он вам понравился, то я очень прошу вас подписаться и поставить лайк этому видео. Потому что огромное количество людей вообще смотрят меня без подписки. И это, я считаю, не очень круто. Также не забудьте нажать на колокольчик, потому что тогда вы точно не пропустите мои видео. Ну, а с вами был Леймстоун. Продолжайте смотреть мои видосы, продолжайте ставить лайки. И все у нас с вами будет круто. Всего вам самого лучшего. Всем удачи и всем пока.